В районном центре проходит плановое обследование объектов потенциальных террористических угроз. В рамках мероприятия проверяются все учреждения с массовым пребыванием людей, объекты жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры, к которым относится в том числе Ямальская школа-интернат, где и состоялась проверка антитеррористической готовности. С начала этого года в каждом муниципальном образовании созданы независимые межведомственные комиссии. В состав комиссии у нас входят главы муниципальных сельских образований, специалисты администрации и в обязательном порядке у нас входят представители ОМВД, пожарной части, ну и, конечно же, представители тех объектов, которые у нас подлежат обследованию. В учебном корпусе комиссия проверила осмотр всей документации. Был проверен паспорт безопасности объекта, документы по информационной безопасности и другие нормативные акты. Был обследован на состоянии камер наружного и внутреннего наблюдения, всех запасных выходов и огнетушителей. По результатам проверки был выявлен ряд незначительных нарушений, что было отражено в акте обследования. Согласно ему, все нарушения должны быть устранены в установленные сроки. 15 февраля в Центре национальных культур состоялась встреча ветеранов боевых действий в Демократической Республике Афганистан с учащимися Ямальской школой-интерната и юно-армейцами. Организатором мероприятия выступил молодежный центр «Инпульс». В честь 32-й годовщины вывода войск из Афганистана школьники получили прекрасную возможность узнать о событиях того периода из уст очевидцев. Ветераны, в свою очередь, делились своими воспоминаниями о службе. Они рассказали не только о том, какие сложности им пришлось пережить, но и о товарищах, о том, как устраивали свой досуг в редкие минуты отдыха. В завершении мероприятия школьники написали на рисках бумаги свои пожелания для ветеранов и закрепили их на импровизированной доске памяти вместе с черными тюльпанами. По словам ветеранов, подобные встречи помогают сохранить память о давно прошедших событиях и благодаря этому укрепить патриотические чувства в умах подрастающего поколения. Мы помним свою историю, а для молодого поколения они очень необходимы, потому что такие мероприятия и прививают то чувство любви к родине. Потому что, не зная свою историю, родину любить невозможно. А когда на таких мероприятиях они узнают свою историю, узнают историю своей страны, узнают себя в этой, то, что они часть этой страны. Поэтому такие мероприятия очень полезны. В рамках месячника военно-патриотического воспитания в Ярсалинской школе-интернате прошла квест-игра под названием «Сталинградская битва». Она была приурочена ко дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. У ребят стояла задача почувствовать себя журналистами, чтобы добыть истинные факты истории. Для этого им необходимо было выполнить ряд заданий. Игра проходила сразу во всех рекреациях школы, так как для большинства испытаний нужно было большое пространство. Одни задания посвящены тому, что они соорудят из подручных предметов катапульту, где-то соорудят к носилке и пройдут испытания, где-то даже сделают небольшой мост. Это все очень интересно. И, как считают волонтеры Победы, в том числе я, в таком формате дети лучше воспринимают все факты истории и запоминают. В рамках Дня защитника Отечества в детском саду «Солнышко» прошел отборочный этап седьмой спартакиады дошкольников. В течение трех дней ребята будут состязаться между собой в различных заданиях. Мероприятие проводится ежегодно для подготовительных и старших групп. Число участников в каждой команде – 12 человек. Дети отбираются по результатам диагностики спортивной подготовки, которая проводится в начале года. Всего участвуют шесть команд дошкольников. В первом этапе ребята выполняли, доставляли донесения. Была полоса препятствий. Из топета – кавалеристы. Также была меткий стрелок. Сегодня прошел первый этап спартакиады дошкольников. В первом этапе у нас определился победитель – это дружные ребята. В финал спартакиады пройдут две сильнейшие команды. Победитель соревнований определится 19 февраля. Подробнее расскажем в наших ближайших эфирах. Редактор субтитров А.Семкин